МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный эксперимент телеканала «Беларусь-2». Каждую неделю герои нашего проекта инспектируют белорусские города. Под ревизию попадают гостиницы, кафе и достопримечательности. Причем наши инспекторы должны не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить. А определять, кому и какую маршрут достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Я даже не верю, что сейчас на мне надета перчатка настоящего нашего белоруса-космонавта. В каждом уважающем себя замке живут привидения. Гольшанский замок в этом плане. Вообще лидер. Кстати, мне еще никогда в гостиницах не попадался коричневый унитаз, коричневый умывальник, поэтому хоть что-то новенькое. А вот что такое? Я даже не знаю, что это такое. Тартюхи со сметаной. Привет! Это «Камень, ножницы, бумага». Музей космонавтики и невестин камень. Масло по старинному червенскому рецепту и ашмянские тортюхи. Сегодня наши инспекторы Олеся и Ольга сравнят достопримечательности и цены в ашмянах и червене. Олеся предпочитает отдыхать роскошно и дорого. Она всегда долго и придирчиво выбирает отели. И если что не по ней, сразу пишет плохой отзыв на сайте бронирования. Ольга предпочитает отдыхать в жарких странах. На Бали она бывает чаще, чем за Минской кольцевой. Ведь в Индонезии живут ее дочка и внучки. Привет, Олеся. Привет, Ольга. Привет. В этих конвертах два маршрута. Ашмяны и червень. Куда вы хотите поехать? Я хочу в Ашмяны. Я не знаю. Мне кажется, и там, и там будет любознательно побывать. А что вы знаете про эти города? Ничего. Мимо проезжала как-то так. То есть вообще никаких ассоциаций, ничего не знаете. Чисто белый лист. Кровенская область. Хорошо, у вас будет возможность познакомиться с этими городами поближе. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага для того, чтобы узнать, кому какой маршрут достанется. Готовы? Да. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Что это? Это бумага, которая накрывает камень. А, я тебе накрываю. Ашмяна. Черный. Ну что, я так понимаю, вы довольны? Очень. Хоть будет что новое посмотреть. Конечно. Ну и... Я хочу, чтобы вы помнили, что не гуляйте на широкую ногу, экономьте, потому что именно тот, кто сэкономит больше всего денег, тот и выиграет. Поехали. Сами Ашмяны – такой маленький-маленький провинциальный городочек. Очень уютненький, очень зеленый, наверное, летом. Ну, из любой точки Ашмян виден костел. Вот она, главная достопримечательность Ашмян, визитка Ашмян. Костел святого архангела Михаила. Построен в 15 веке на деньги польского короля Владислава Егайла. Где-то в 60-е годы, в советские времена, костел был закрыт. И 30 лет в нем находился филиал Вильнюсского завода радиотехники. И только в 1993 году храм отдали верующим. Красиво и необыкновенно – Вильнюсская барокко. Вот интересно, каково было рабочим сидеть в касселе и собирать радиодетали? Червень – это небольшой, как, на мой взгляд, немножко серый городок. Из достопримечательностей я нашла только одни. Это был музей космонавтики, что, на мой взгляд, что-то такое интересное посмотреть более-менее. Музей космонавтики, который располагается в средней школе номер 2. Посмотрю, что же вообще за музей космонавтики и в честь кого он был открыт. Ух ты, как ярко тут у вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне бы сказали, что самая главная достопримечательность у вас в Червене – это музей космонавтики. Наверное, это так и есть, поскольку наш бывший выпускник нашего учреждения образования, Олег Новицкий, окончил наше учреждение образования, естественно, полетел в космос дважды, слетал, и у нас открылся музей космонавтики. Скажите, а сколько стоит в одной билет? Нисколько. Владимир Васильевич Коваленок, два белоруса, и среди них Новицкий Олег Викторович. Это первый космонавт суверенной Белоруссии. Ух ты. Да. Там находится местная достопримечательность, чтимая еще там с языческих времен, огромный камень. Вот такое красивое место, и где-то тут находится седьмое чудо Белоруссии – невестин камень. Если верить рассказам местных жителей, то камень обладает магической силой. Какая на самом деле громадная глыба, ну и громадина, я таких еще никогда не видела. Не знаю, наверное, метра два будет. Метра два будет точно. Согласно преданию, здесь в овраге когда-то было озеро, в котором утонул юноша. Его возлюбленная так опечалилась, что тоже бросилась в воду. Вода мгновенно высохла, а девушка превратилась в камень. Вот такая вот грустная история. Скажите, а вот этот комбинезон, его подарил кто? Олег Викторович передал нашему музею свои личные вещи, среди которых был комбинезон для подготовки к полетам. И вы видите, здесь еще полетный костюм Олега Викторовича. Я бы сказала, бесценная вещь – это печатка, которая была на руке у Олега Викторовича, когда он приземлялся в первый свой полет. Эх, как же хочется попробовать какой-нибудь тюбик с едой. Но я понимаю, что данная экспозиция здесь на вес золота. Ну, естественно, быть в Ашмянах и не побывать в Гольшанах. Ну, и читали книжку Короткевича «Черный замок Ольшанский». Естественно, и отправилась туда. Ну, мое впечатление – замок, конечно, красивый, руины. Будем так говорить, то, что осталось от замка. В каждом уважающем себя замке живут привидения. Гольшанский замок в этом плане – вообще лидер. Самое интересное, до 1939 года замок был жилой. Так, а здесь какой-то крепеж. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот все здесь показано. Вот ее место расположения на костюме, где она должна быть. Ну, потом одевается на руку. Можно сказать, я примерила на себя целую историю. Мне могут многие теперь позавидовать. Я даже не верю, что сейчас на мне надета перчатка настоящего нашего белоруса-космонавта. Прямо так неожиданно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я даже не верю, что сейчас на мне надета перчатка настоящего нашего белоруса-космонавта. В каждом уважающем себя замке живут привидения. Гольшанский замок в этом плане – вообще лидер. Ольга прошлась не только по городским достопримечательностям, но и посмотрела все, что есть в округе. Невестин камень, который входит в семь чудес света Белоруссии, Гольшанский замок. Пока Ольга так старалась, Олеся пошла в один музей космонавтики, примерила там шлем и перчатку известного космонавта Олега Новицкого и, в общем, была такова. И Ольга, и Олеся не потратили на достопримечательности ни рубля, так что на счету у них ноль-ноль рублей. А нам пора проверить гостиницы в Ашмянах и Червене. Ну, тоже в самом центре находится гостиница. Там мне были рады, сказали, да, конечно, свободные номера есть. Ключик у меня. Сейчас буду искать номер. Ну, как будто я переместилась во времени. Как-то так все по-советски. Предполагаю, что мне предоставили самый лучший номер, потому что он двухкомнатный, будем так говорить. Ой, гостиница в Червене одна. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, можно у вас заселиться в одноместный номер? Можно, конечно. Верно? Чтобы был хорошенький. Да. И кровать. Ну, кровать мне нравится. Двухспальная на меня, на одну. Это вообще красота. А это что? Ой. Это шкаф. Ах, любота, красота. И чайничек, и телевизор, и холодильник даже есть. Класс. Микроволновка. Голодным не останешься. Ну что же, за 26 рублей, мне кажется, вполне дешево и достаточно комфортный номер. Единственное, у меня сейчас разряжается телефон. Вот я бы хотела здесь розеточку. Ну вот. Мне тут, конечно, не гостей принимать. Вот, учитывая, что там 40 лет и делали ремонт, ну вот в эту ванну, вот я бы не рискнула залезть. Вот как-то вот она чистая. Я понимаю, что за ней ухаживают, ее моют. Но там уже такой налет вот времени. Главное, чтобы была горячая вода. Вода горячая есть. Гостиница стоит 27 рублей 38 копеек. Тя-дам! Уборная! Кстати, мне еще никогда в гостиницах не попадался коричневый унитаз и коричневый умывальник, поэтому хоть что-то новенькое. В Ашмянах две гостиницы, дорогая и дешевая. Чтобы сэкономить, Ольга выбрала вторую. И за 27 рублей 38 копеек получила весь набор скромного комфорта прошлого века. Там было так страшно, что Ольга побоялась даже ванну принимать. Ну, а что же Олеся в Червене? За всего 26 рублей в гостинице ей достался самый лучший номер в городе. В принципе, ну, обычный стандарт, не люкс. Олеся, в принципе, осталась довольна. Так что пока у Олеси и Ольги на счету примерно одинаковая сумма. Так что посмотрим, кто из них сэкономит на обеде. Ну, вот в самом центре кафе. Тут я и пообедаю. Интересно, работает или нет. По идее, должно работать с 11 до 20. Пятница, суббота, аж до 2 часов ночи. Ну, посмотрим, чем вот накормят. Столовая в Червене была закрыта. Я не поняла, это на сутки или вообще навсегда. Здрасте. Давайте тогда мне комплексный обед номер 2. Я взяла обеденное меню. Стоило оно 7 рублей 3 копейки. Тортюха со сметаной. Что это такое? Честно скажу, никогда, нигде я не обедала в придорожных кафе. Вот мне уже принесли салатик с мясом. Выглядит божественно свежо. Хочу начать с супчика. Да, вот он. Спасибо большое. Суп действительно очень густой и вкусный. Мне было интересно, что это такое. Я никогда не пробовала. Называется блюдо тортюхи. А вот что такое? Я даже не знаю, что это такое. Тортюхи со сметаной. Это что? Это получается драники, картофель с морковью на крупной терке тертой, внутри грудинка и обжаривается как в ладошке подойдет со сметаной. О боже, еще еда. За 7 рублей столько еды, что мне кажется, я не выйду отсюда. Посмотрите, в первую очередь, как это все красиво подано. Я так понимаю, вот это и есть тортюхи. Это котлетки, а это тортюхи. Что ж это такое? Ну, на вид это как драник, только с морковкой. Сейчас попробую. Обычные драники, но только, наверное, вот на крупную терку. Да. Драник с морковкой. Буду знать. Драник с морковкой называется тортюха. Даже не знаю, за что хвататься. Куриная рулька. Такой красивенький, свеженький салатик. А почему так много блюд за 7 рублей? И все так вкусно. Друзья мои, если будете в Червене, то не забывайте заехать в данное кафе трасса М4 Минск-Могилев. Оно здесь одно такое вкусное, поэтому вы наверняка его приметите. И обед мне обошелся. Получается 5 рублей 6 копеек. Тортюхи, котлеты, эспрессо, да. 5,06. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А вот что такое? Я даже не знаю, что это такое. Тортюхи со сметаной. Кстати, мне еще никогда в гостиницах не попадался коричневый унитаз, коричневый мы вальник, поэтому хоть что-то новое. В итоге обед стоил Ольге 5 рублей с 6 копейками. А вот Олесе повезло больше. За 7 рублей 3 копейки она прекрасно отобедала в придорожном кафе. Было сытно, вкусно и, в общем-то, недорого. Пока суммы и у Ольги, и у Олеси по-прежнему почти одинаковые. И все решат сцены на развлечение. Развлечений в самих ашмянах я не нашла, поэтому я отправилась за город. Какая ты хорошенькая! Вот ты огромный! Какая красавица! А за городом находится конно-спортивный центр, который известен еще, в общем-то, я не знаю, с 1600 каких-то там времен. Времен. Здрасте! Здравствуйте! Я к вам пришла в гости на развлечение. На развлечение я отправилась в Червенский район. Нашла я там один сельский музей быта. Добрый день, дорогие гости! На Петрову Савибу милости просим. Кали ее стирай, так гэта мой ротный край Язовки. Малая родима, и она у сердца одина. Вас щиро витая в наш регион. От Язовской земли примите поклон. Привели мне кобылу, зовут ее Элита. Познакомились и пошли мы с ней кататься на свежем воздухе. Ставлю. Держусь руками. Держусь руками. Ой. Перебрасывайте. Так. Ой. Как бегемоту сел. О! Так. Мы с Язовского краю, где бусил ляхаты гуляет, где песни и в свято, и в будни, где были мы, где есть и где будем. Наш подборок, как каска. Проходьте до нас, Калиласка. О! О! Не б не оторвать. О! О! Трошка. Надо, надо это. Так. Привешаем глаз, хлебом солью. Вось. Калиласка. Проходьте. Да, проходьте туда. Калиласка. А тогда в музей пойдем. Это, наверное, был лучший прием за всю мою историю. Как здорово! Ну все. Я правильно... Ну давай, давай, иди. О! А как приятно! Ой! Как интересно! Давай, Элита, иди быстрее. Что-то как черепашенция какая-то. Музей был основан семь лет назад. Самой смотрительницей. Сейчас. Проходьте сюда. Калиласка. Вы все своими руками. На своем. Ну все. Ну это настоящий, действительно, большой музей. В общем, в вашем музее, смотрю, есть где развернуться и есть что посмотреть. Ну такая же. А вот смотрите, какая красавица стоит. А у чем красота нашей красавицы? У тем, что на ее строй натуральный, ни в одном музее вы его не найдете. Можете поглядеть, как из чего изрублено эта спадница. Она сатканая. Бачите, это тоненько. Это лен? Лен. И вот, как аккуратненько все изрублено. Так, я поняла. Сюда и... Ой, нога застряла. Как-то я неэлегантно слезаю. Ой, все. Элита. Не подходите. Да, не подходите. Элита, спасибо тебе большое. Развлечение это стоит 20 рублей в час. И я думаю, что это того стоит. Я получила массу удовольствия. Развлеклась, так развлеклась. Захотела я сделать масло. Ну что же, Валентина Петровна, я пронула все укуску и готова перейти к чему? Робить масло. Верно. Это вот называется масленочка. Закрепили. Закрепили и начинаем бить. Калиласка, бить масло. А сильно надо? Часто? Ну, не надо. Вот так добро. И как быстро оно будет готово? Ну, и к теплой пухотной температуре так можно избить его за 20 минут вот такой маслобойки. Ага. А как ведать тену сбилось вот теперь сработайте шею, вытягни вверх и бачишь, что оно уже позбивалось, бачишь? Да, это значит практически готово уже, да? Да, практически готово. Скажу правду, что в тринашку после такой нагрузки можно не ходить. отец масла ты, блядь, ех, добро будет. А сколько здесь калорий? Тут много. Потому что деревинское молоко... не стоит тогда? деревинское молочко ты их пока чтоешь, а если с бульбой ты их еще и попьешь. Ну да, оно такое... Ох! Бахта! Да, бахта такая. Но она горьковатая. Такая для нас должны. Такая бывает. Ну что, пойдем, подружка, пойдем? Пойдем, пойдем, погуляем с тобой, просто погуляем. Давай поговорим, как твоя жизнь, чем ты тут занимаешься? Ты спортом занимаешься, да? Я получила массу удовольствия. Не знаю, как ты, а я довольна. Спасибо. Чем это ты так хрустишь? Привет, Олеся, привет, Ольга. Привет. С возвращением. Спасибо, спасибо. Ну что, как поездка? Ты знаешь, супер, столько эмоций и самое удивительное, что побывала в музее космонавтики и примерила себе, знаешь что, перчатку, которая была в космосе. Это круто. Оля, что у тебя больше всего впечатлило? У меня было так много достопримечательностей, что я даже, наверное, все и не смогла посмотреть. У меня был перенасыщен день и все бесплатно. Самое главное. Кстати, о деньгах. Мне кажется, у меня серьезный соперник, как я и не канула, да, на этот раз. Итак, давайте сначала посчитаем, сколько же вы потратили на развлечения. Олеся отправилась в музей народного быта. Я уже не знаю, червицы ходят туда развлекаться или нет. Мне кажется, ходят, потому что действительно музей очень такой интересный и встречает, меня, по крайней мере, встретили с хлебом и солью. Вот так. Да, вот за все эти удовольствия, особенно за умение взбивать масло, Алиса заплатила 0 рублей, ну а Ольга отправилась кататься на лошадях в конно-спортивный куб. Да. И потратила... 20 рублей я была в легендарном спортивно-конно-спортивном центре. С меня просто так слегло сейчас. Возможно, у меня есть шанс на победу, да. Ну что, давайте считать. Ольга в Ашмянах потратила 52 рубля, 44 копейки. Это много? Это... Да, потому что Олеся в червене потратила 33 рубля 3 копейки. Вторая победа за всю передачу. Это элита. Это элита. Это, я имею в виду, лошадь, кобылу. Вот. Все, все потратила на элиту. Да. Но она того стоила. Я получила удовольствие. Ну что, Олесь, я тебя поздравляю, ты наконец-то научилась экономить деньги. Я не же, не ожидала от тебя такого результата. Представляешь, как мне приятно с собой, да? Я представляю, да. Пожмите друг другу руки. Поздравляю. Спасибо. Это был проект Камень, Ножницы, Бумага. Не стоит кидать камни в проигравших. Лучше проверьте все на себя. Пока. Вот это Авито. Невесомость. Ой, что-то я запуталась. Ну это пойдет ляпы. Давай еще раз сразу без перерыва. В большинстве райцентров. В общем. Ну давай я захожу. Так. Все, да? Пошла, но мне подсказали. Ой. Тише мы со звуком пишем. Па-пам. Ух. Субтитры сделал DimaTorzok